шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва часто всевышний символизирует собой орла а еврейский народ это птенцы которых он спасает или переносит или возвышает на своих орлиных крыльях это сказано в отношении будущего это сказано в настоящее время но интересный комментарий дает на это рабешлемой цхаки аббревиатура раши он говорит что орел не как все птицы которые держат своих птенцов в когтях для того чтобы если нападет орел они ценой своей жизни оставят их в живых орел он птица которая витает выше всех и поэтому его птенцы находятся на нем потому что он не боится птиц он боится человека который метает стрелу и может попасть не обратите внимание мы подходим аналитический комментарий раши мы можем задать вопрос если ты уже сравниваешь бога который полное совершенство который не боится никого с орлом зачем ты продлеваешь комментарий и говоришь про боязнь орла человек раши делает свой комментарий сложный он должен был по идее сказать орел это всевышний он спасает на орлиных крыльях те птицы боятся орла а орел не боится никого или вообще просто не упоминать это но раша идет дальше и мы позволим себе понять его немножко по-своему всевышний не боится никого он полное совершенство но всевышний знает что пока детеныши находятся на крыльях орлиных они пребывают в хорошем в нормальном состоянии но если найдется кто-то на земле который метнет стрелу то есть символически вызовет всевышнему недовольство или не исполняет то что всевышний говорит всевышний это великий орел который наставляет нас который как милосердная птица спасает своих детенышей и вдруг из этих детенышей уже побывающих на земле которым присуще много земного просто скажет всевышний да я тебя не знаю и знать не хочу и в этот момент видимо раши намекает что такая ситуация может быть и всевышний боится за своих детей он милосерден как любой отец к своим детям ситуация когда бог поднимает своих детенышей на орлиных крыльях это ситуация избавления но избавление может быть задержано кем-то кто вдруг невзначай метнет стрелу восстанет против творца и раши намекает что такой ситуации должно быть как можно меньше ибо любая стрела замедляет избавление всего народа давайте же вставим наши стрелы в колчан и повесим наш лук на стену и будем показывать на него как на историю что когда-то дескать много лет назад кто-то восставал но сейчас все согласны что в этом мире есть орел который выше всех птиц который все таки в конце концов поднимет всех и перенесет великое гнездо которое называется Иерушалаем святой город шалом 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 у в в Продолжение следует...